В Челябинске поймали авторов-инноваторов. О новом способе угона. Они использовали слабое место в автомобилях, систему бесключевого доступа Keyless Go. Когда подходишь к машине, а брелок открывает двери автоматически. Челябинские угонщики считывали ключ с помощью устройства по перехвату радиосигнала, кодграббера и открывали дорогие иномарки. Новаторство в том, что они ходили по этажам и прикладывали устройство к дверям квартир. Если в прихожей лежали ключи, они считывали код, а потом находили во дворе машину и открывали ее. История наделала немало шума. Чтобы задержать воров, пришлось ставить засаду, говорит руководитель подразделения системы безопасности «Дельта» в Челябинске Евгений Горячев. Я так понимаю, что на протяжении очень долгого времени, скорее всего, это один, может быть, два, может, даже три года, у них план работал. План работает очень просто, делится на три этапа. То есть первый этап преступники анализируют. Они находят территорию, территорию здесь стоят дорогие автомобили, изучают поведение собственников, изучают инфраструктуру, где какие видеокамеры, какие замки, какие ключи. Первый этап обычно длится, наверное, около недели. Второй этап – это уже разведка боем. Когда ребята приезжают, уже подготовленные, знают, где кто обычно ставит машины, какие машины, какие нужно с собой место средства, откуда лучше заходить, как одеваться, как отлиться, на каких этажах живут собственники. Они попытались скрыть несколько машин и угонять они их не собирались. То есть вот в этот раз они не собирались их угонять, потому что просто хотели понять, в какой машине какие стоят системы. И нарвались на автомобиль нашего клиента, который вовремя отправил сигнал, да, и наша солнцемониторинга отреагировала, провела группу реагирования. Естественно, эта группа реагирования их и струнила. Третий этап – это когда они приходят, понимают, что ряд автомобилей находятся без щиты, их можно смело угонять. Было принято решение выставить некий патруль, да. Мы понимали, что они в автомобиль, который охраняется, в нашей компании не полезут, да. А есть машины, которые не оборудованы средствами, да, там необходимыми безопасности, в них они полезут. И это произошло. Произошло поддержание. Евгений Горячев, если на вашей машине есть функция бесключевого доступа, специалисты советуют поставить спецсигнализацию. Услугу предоставляет любая крупная охранная ферма. Брелок от авто не следует бросать в прихожей. Надо хотя бы отнести на 5-6 метров от входной двери, чтобы не прочитали из подъезда.